Музыка Вот когда оказываешься в каком-то таком не самом топовом туристическом российском городе, возникает вопрос, зачем сюда стоит приезжать? Вот мне кажется, что в Ставрополь можно приехать за солнцем, потому что даже зимой здесь ясная хорошая погода. Вот сейчас на улице, ну по ощущению, где-то около нуля, может быть небольшой минус, легкий мороз. Но солнце светит, даже греет, и мне кажется, можно загореть. Я на 100% уверена, в любом городе есть что-то интересное, уникальное, отличающее его от остальных. И любой город достоин быть посещенным. На этот раз на доказательство моей теории было всего ничего по времени. Наша прогулка в Ставрополе длилась не больше трех часов, так что передо мной стояла непростая задача. Но город вроде бы мне открылся. Юг югом, но все-таки морозы здесь бывают зимние. Наверное, поэтому решили деревья утеплить и одеть вот в такие свитера. Реально, настоящие вязаные. И причем, ну, достаточно большие. Только интересно, их вязали уже на дереве или все-таки как-то их надели? Прямо представляю, как сидят ставропольские дизайнеры весной и разрабатывают коллекцию на следующий год. А вместо манекенов у них деревья. А на этих деревьях свитера, наверное, появятся уже в будущем году. Пока вот только заготовки для будущей одежды. На самом деле, выглядит это очень забавно и ярко. Смысла практического не имеет. Такой вот стрит-арт подсмотрели в Европе и сделали своей местной традицией. Я смотрю, здесь любят вещи крупные, вязкие. В Ставрополе, как мне показалось, эстетики уделяют внимание. Фонари, лавочки и даже урны, они прекрасны, по-другому не скажешь. В едином стиле, изящный. Не каждый город может похвастаться таким целостным и утонченным внешним видом. Ну вот я просто влюблена в ставропольские урны. Вот они такие красивые, кованые, витиеватые, стоят просто по всем центральным улицам города. Среди остальных лавочек одна явно особенная. Есть одна лавочка, которая выделяется среди остальных. Вот такая вот необычная здесь. Кто-то оставил свой цилиндр. Каких-то указателей или намеков на значение этой скамьи не было. Я придумала свое. Я уверена, история этой лавочки связана с каким-то необычным свиданием. Ошиблась. Это всего лишь скамья примирения. По крайней мере, такую информацию я нашла в интернете. Пишут, что пара, которая присядет на эту лавочку, никогда не поссорится. Но вот это точно неправда. Мы с мужем проверили. Я вообще всегда все проверяю. Вот стоишь в Ставрополе, и небо тут кажется голубее, и солнце ярче, и снег белее. Где же корни этого состояния души? Посмотрите, какой белый снег. Это в городе. Такой белый, чистый. Вот просто, просто. Город достаточно современный. Он и основан уже в 70-х годах 18 века. А вот и остатки крепости, построенной в 1777 году вместе со Ставрополем. А вот мы нашли и архитектурное сооружение, относящееся к далекому прошлому. Это остатки стены Азово-Моздокской оборонительной линии. Когда-то эта крепость охраняла южные рубежи России. Зимний яркий холодный снег и ослепляющее солнце. Вот он, настоящий юг, Кавказ. А где же минеральная вода? Где родники? Какая-то рыба-утка. И если сейчас и эти существа замерли, то летом они становятся сказочными рыбами и оживают. Скульптуры обрамляют родник, который течет прямо в центре города. Какая сосна пушистая, такая прям лохматая. У меня вот такие сосны ассоциируются с югом. Мне кажется, вот в Крыму, в Краснодарском крае растут вот такие лохматые большие сосны. Все мы заложники стереотипов. Вот и я думала, что в Ставрополе мы перекусим чебуреками. Но их здесь найти сложнее, чем в Москве. По крайней мере, зимой они нам не попадались. Зато попалась французская пекарня. Конечно, Франция далековато от Ставрополя, но французская культура прижилась и здесь. По крайней мере, пекарня соответствующая есть. Кстати, очень вкусные десерты. И цены приятные, и порции не скупые. В общем, я была счастлива. Ну что, пойдем чебуреки искать. Кавказ же все-таки. Может, мы не по тем улицам ходим. А вот давайте-ка исследуем город сверху. Колесо обозрения работает зимой. Пойдем обязательно. За этой кабинкой вообще страшно нереальный шум. Это гудит ветер. Блин, страшно. Всегда боюсь высоты, всегда лезу. Ветер забывает просто дико. Я надеюсь, что нас не снесет, и нам не придется делать другой репортаж из этого города. Сверху Ставрополь кажется достаточно современным городом. Не видно этих христоинных домиков. Но потому что они все-таки трех-четырехэтажные, где-то двухэтажные. Видны в основном дома новой постройки, уже более современные, менее симпатичные. Но все-таки вот видно стадион, видно какие-то храмы. Можно себе наметить маршруты и посмотреть, что же мы хотим еще здесь увидеть. Небо голубое, ясно. Солнце уже садится, а все равно светло. И как-то настроения такие праздничные. А теперь, если серьезно, то Ставрополь мне показался еще более европейским, чем некоторые города Центральной России. Вот этот белоснежный дом, похожий на особняк, на самом деле баня номер один. Тут и кофейни, и пиццерии есть. Но это даже не так важно. Что было более неожиданным, я не увидела здесь какой-то базарности. За нами не бегали с магнитами, нам не предлагали чурчхеллу или горячие чебуреки. Их мы, к слову, так и не нашли. И немного о кавказцах. В кафешках, как минимум, они были гораздо приветливее русских официантов. Вообще, я люблю кавказское гостеприимство. Конечно, у всех опыт разный в этом вопросе. Я делаю выводы, исходя из своего. В подвале исторического музея есть вот такое кафе. Атмосфера прикольная. Такое ощущение, как бы ты так в недр земли углубился. И здесь есть даже витрина. То есть можно ознакомиться с частью коллекции исторического музея, пока обедаешь. В очередной раз убеждаюсь, что в любом городе есть интересные места. И каждый город интересен. Пусть он большой или маленький, популярный среди туристов или нет. Но в каждом городе можно найти что-то уникальное, необычное, свое. А вот сохранились в центре Ставрополя и одноэтажные, может быть, частные домики. О, мусор на двери висит, как Венеция. Вот кого-кого не ожидало увидеть в Ставрополе, так это верблюдо. Может быть, это самый главный признак того, что мы находимся на юге. Когда мы были в Египте, я не рискнула залезть на верблюда. Но почему-то в Ставрополе, может быть, солнце по-другому светит. Мне захотелось познакомиться с этим животным поближе. Зовут Умка. Хозяин сказал, что он калмыкской породы и холодов не боится. Хотя холода тут, конечно, другие. Вроде и мороз, а солнце греет. Ощущение после катания – это болит левая нога, которой нужно было залезть, перекинуть ее через гор. И если деток туда прям вот так берут и сажают, то взрослому нужно закидывать свои ноги самостоятельно. А это не так то уж и просто. И вот если залезть на него, действительно, ты еще залезешь, потому что есть азарт, то вот слазить уже сложнее. Настроение радости и счастья сопровождали меня все эти недолгие три часа, что я была в Ставрополе. Хотелось дурачиться, дергать еловые ветки и подбрасывать вверх слепящий белизной снег. Мне кажется, местные жители должны были меня сторониться. Я этого, конечно, не замечала, слишком уж была поглощена своими эмоциями. Но на их месте насторожилась бы, заметив такую гостью в своей тихой, спокойной краевой столице. Принца, мой принца! В каждом уголке России есть что-то особенное, что-то свое и что-то западающее в душу. Моя теория в очередной раз подтвердилась. А когда в городе так ярко светит солнце, в него невозможно не влюбиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова